Сегодня у меня для вас сразу две любопытные видеокарты. Многие даже не слышали про BC-160 и Instinct Mi 50. Тестов в интернете тех карт нет. Ролик с переделкой майнинговой CMP40HX в RTX 2070 набрал более полумиллиона просмотров. И мы решили повторить эксперимент, но уже с картами AMD. Во второй бум майнинга красный чипмейкер тоже производил решения специально для майнеров. Они стоили тысячи долларов, а сейчас особо никому не нужны и массово продаются на Алике и Озоне. Подписчики нашей телеги уже знают, что заставить эти карты работать мы пытались больше недели. Меняли биосы, драйвера, не удавалось запустить ничего, кроме танков. Я, конечно, понимаю, что картошка запускается на всем чем угодно, но это было достаточно странно. Запуск любой другой игры или приложения сразу же повисал. Но, как и с картами CMP, ответ лежал на поверхности. Нужно было всего лишь хорошенько выспаться. Попозже. Мы студию на час сняли. Нам уже заканчивать надо. Ладно. Я уже больше двух недель сплю на подушках Simply Be Cute от Blue Sleep. Она настолько мягкая и удобная, что не хочется вставать. Внешняя ткань изготовлена из материалов природного происхождения – волокон древесины эвкалиптового дерева. А наполнитель – гипоаллергенное микроволокно «Лебяжий пух». Сейчас на маркетплейсе Мегамаркет подушки и другие товары от Blue Sleep можно приобрести еще выгодней благодаря повышенному кэшбэку Сберспасибо и промокоду REST500 с дополнительной скидкой 500 рублей при покупке подушек от 1500. А промокод SleepZone2000 на 2000 рублей действует при покупке матрасов от 10000 рублей. Доставка, как всегда, бесплатна. Там много моделей разных размеров и типов. Есть мягкие, плотные, ортопедические, с памятью. В общем, если вам нужны мягкие, удобные подушки и другие товары для сна за недорого – ссылочка в описании. А у меня еще есть 10 минут, чтобы поспать. И вот после хорошего сна и по чистой случайности мы поняли, что проблема была в Винде. Эти карты просто не работают на Windows 11. А вот теперь давайте спустимся вниз, и я расскажу вам о них подробнее. Начнем с турбинной версии, на которой написано BC160. Тут вам не Nvidia, где индекс CMP говорил о хешрейте эфира. У AMD число 160 не значит ничего. В майнинге карта выдавала порядка 70 мегахешей, на 10% выше, чем у лучшей на тот момент Radeon 6900 XT. В те времена AMD обдирала майнеров как липку. Стоил такой видеоускоритель в 2021 году аж 2 килобакса, а сейчас его без проблем можно найти на Алиэкспресс за 17 тысяч. И это не рефап. Продавец не делает ни джешуя, кроме наклейки и стикера на турбину. Такие карты производил известный бренд XFX, по метке о котором есть и на платье, и на кожухе. Китайцы просто перепродают БО. Обычные настольные видеокарты Ляо стараются привести в порядок, чтобы сбить толку доверчивых покупателей. Но работая с майнерами, они не заморачиваются. Те прекрасно понимают откуда и зачем эти карты идут. Приехала она грязной, спрогнившей теплотрубкой и ворохом пыли внутри. Прокладки все еще живы, но термопаста давно превратилась в камень, поэтому такие карточки сразу после проверки всегда нужно обслуживать. После отмывки давайте полюбуемся на крайне необычный чип. AMD и Nvidia не делали майнинговые карты с нуля, это невыгодно. Эфиру нужна была быстрая видеопамять, но не требовался мощный GPU, поэтому выбор красных инженеров пал на чип Navi 12. Здесь на одной подложке находятся аж 5 кристаллов. Центральный это GPU на 2304 блока RDNA 1, это уровень RX 5600 XT. Большие прямоугольники по бокам, это стеки крайне быстрой HBM2 памяти на 8 гигабайт с огромной шиной в 2048 бит. Два узких чипа рядом, это контроллеры памяти, из коробки архитектура RDNA не умеет работать с HBM, поэтому пришлось городить вот такой костыль. Охлаждение тоже выглядит необычно, мы все привыкли к теплотрубкам, но здесь AMD пошла дальше. Используется полноценная испарительная камера, да и сам радиатор достаточно увесистый. Посмотрим, как он справится с охлаждением 150-ваттной видеокарты. При подключении BC-160 к ПК сразу же возникает вопрос, как она будет работать без видеовыходов. AMD скопировала подход Nvidia. В бум майнинга компании делали все, чтобы такие ускорители были интересны только шахтерам. Поэтому обязательно нужен процессор с интегрированной графикой. Материнка не знает, что у карты нет дырочек под монитор, поэтому в BIOS нужно принудительно выбрать интегряшку, иначе на экране будет квадрат Малевича. Windows BC-160 отображается и в диспетчере устройств, и в GPU-Z, подтверждая использование чипа Navi 12. В отличие от Nvidia, AMD никак не урезала шину. Доступны все 16 линий PCI-Express 4. Но у нас проблема с драйверами. Карта выпускалась только для майнинга под Linux. Под Windows ее никогда не затачивали, поэтому официальный адреналин просто не знает о таком GPU. И вот тут начался длительный перебор. На чипе Navi 12 выходила не только BC-160. TechPowerUp знает еще как минимум о трех картах. V520, V540 и Radeon Pro 5600M. V540 отметаем сразу, это двухчиповый монстр с двумя Navi 12, который так и не увидел свет, а у редких владельцев предрелизных сэмплов огромные проблемы даже на лине. А вот Radeon V520 активно использовался в облачном сервисе Amazon. Установка серверного драйвера в лоб ничего не дала. Если разархивировать экзе и установить его принудительно через диспетчер устройств, в GPU-Z нет филрейта и частот. Сторонний драйвер RID тоже не помог. На чипе Navi 12 работает мобильная Radeon Pro 5600M. Она ставилась только в MacBook. Но Apple тогда любила винду. Разархивируем экзе из буткемпа и насильно ставим дрова от 5600M. И тут, как с V520, очень много пустых полей в GPU-Z. Ну что ж, расчехляем тяжелую артиллерию. Единственное различие между BC-160 и V520, судя по GPU-Z, ревизия чипа. Делаем бэкап родного биуса майнинг карты и пытаемся зашить найденную в базе Тэч Пауэрап прошивку от серверной V520. И снова неудача. Я попробовал 5 разных прошивальщиков в различных режимах и ни один не справился, ругаясь на поврежденный образ. Видимо, или GPU-Z криво снимает дампы, или сами прошивальщики просто не умеют работать с такой диковинкой. Уже отчаявшись нормально запустить эту карту на Windows, в сети был найден необычный совет. Попробуйте установить через инфайл стандартный адреналин, но выбрать в нем видеокарту Vega 56 или 64. И знаете, это сработало. Драйвер встал, а в GPU-Z минимум пустых полей. И это максимально странно. Между BC-160 и Vega 64 очень мало общего. Совпадают только 8 гигабайт HBM2 памяти. Все остальные характеристики отличаются кардинально. Vega работает на более старой архитектуре GCN, тогда как Navi опирается на RDNA. У карт даже разная версия шины PCI-Express. Но все равно почему-то драйвер именно от Vega заработал лучше всего. Но, как я уже говорил, единственная игра, которая нормально запускалась на БС, танки. Dota 2, Cyberpunk, Farza, все они зависали сразу же после старта. Я пробовал отключать Rebar и множество других настроек в BIOS. Пытался запускать игры в оконном режиме. Выключил все оверлеи. Запускал карту с графикой Intel и с дискретной видеокартой. Все это не помогло. Игры нормально работали только в фоне. Стоит вывести их на передний план, они тут же зависали. Мы пытались побороть эту проблему 4 дня. Если честно, уже начал опускать руки. В самый последний момент я вставил эту видеокарту в свой рабочий ПК на Windows 10. И случилось чудо. Я уж не знаю, что индусы там накодили, но в десятке вообще никаких проблем. Все работает без танцев с бубном. Один нюанс. Vega и Navi слишком сильно отличаются, чтобы полностью верить мониторингу. На удивление потребление он показывает достаточно точно. При прогреве в Superposition карта требует около сотни ватт, что сходится с показанием ватт-метра при КПД блока питания 80%. А вот мониторинг нагрева в Afterburner врет. Воющая турбина и большой радиатор должны легко отвести сотню ватт, но явно не при температуре чипа всего в 60 градусов. GPU-Z здесь реалистичней. Около 70 градусов в среднем и 80 ход спот. До перегрева далеко, но об этом нужно помнить. Тонкая настройка карты недоступна, да и крутить здесь нечего. Из коробки все работает хорошо. Дальше в тестах сравним обе карты, а пока давайте посмотрим на эту. AMD Instinct Mi 50. Чисто серверное решение. Но специально для Китая AMD выпускала особую версию Mi 50, которую можно отличить по наклейке с надписью Radeon 7 HBM2. Да, фактически это обычная десктопная Radeon 7, только с серверным охлаждением и одним видеовыходом. А с учетом быстрой HBM2 становится понятно, почему такую карту AMD выпустила именно для Китая и в каких серверах она копала. Разбор все это подтверждает. Внутри красивый чип Vega 20 на 3840 потоковых процессорах и целых 16 гигабайт HBM2 в четырех кристаллах с шиной 4096 бит. Карта, конечно, тоже хорошо BU. Графитовая странная прокладка в труху, повсюду пыль, придется менять перчатки. Охлаждение очень похоже на BC-160, тоже большой радиатор с испарительной камерой. Ну, есть место под турбину, жаль, что ее нет. Это бы сэкономило мне дня два. Пришлось самостоятельно колхозить активное охлаждение. Попытка обойтись парой небольших турбин и вентилятором с треском провалилась. Даже на полных оборотах за минуту стресс-теста температура Ходспота уходила за 110 градусов. Возможно, я намазал слишком жидкую термопасту, это была Гризли. Я сгонял к ребятам из Калининградского Happy PC, где мы обслужили карту повторно, заменили прокладки, намазали более густую пасту, но это тоже не помогло. Чип все равно моментально улетал за сотню, что для пятилетней карты достаточно критично. Но мы проделали слишком большой путь, чтобы сдаваться. Встречайте, ЭЧОЧ. Экологически чистый охлаждающий чехол. Это наша собственная разработка, пока еще не запатентованный вариант. Дует как Snoop Dogg, шумит как V12. 80-миллиметровому вентилятору на полных оборотах из стандартного кулера под олдовый пенек помогают две 40-миллиметровых мини-вертушки. Заодно немного андервольтным карту при минимальной потере частоты в 70 МГц, скинув почти 100 мВ. Теперь формально 300-ваттный Родион 7 в жестком тесте суперпозишена потребляет всего 150 Вт и греется за 20 минут до 70 градусов по чипу и до 100 по ходспоту. Для карт с HBM2 памятью такой разброс это норма. Все кристаллы немного отличаются по высоте, из-за чего растет дельта температур. Осталось подключить монитор через присланный китайцами переходник и у нас Родион 7 на 10 тысяч дешевле, чем ее продают сейчас. Но не торопитесь радоваться. Мини-дисплей порт не заработал, даже при смене кабеля. Успешная попытка зашить биос от Родион 7 Pro тоже не помогла. Карта показала свои серверные корни и получила поддержку PCI-Express 4.0, но ценой драгоценных полей в GPU-Z. На выходе дисплей порта все так же было глухо. Так что откатили биос назад на обычный Родион 7. По следам пайки заметно, что китайцы тоже пытались вернуть карте зрение. Ну, может быть наоборот, лишить. Но кабель в комплект зачем-то положили. Ладно, обе карты готовы к труду и играм. Переходим к тестам. Начнем с 3DMark Time Spy, чтобы понять приблизительный уровень производительности. Майнинговая BC-160 набрала 8000 графических попугаев. Результат на 7% выше, чем у RX 5600 XT с аналогичным количеством вычислительных блоков, но более медленной GDDR6 памятью. 5700 XT имеет на 10% больше потоковых процессоров и настолько же быстрее, потребляя при этом вдвое больше энергии. А вот с серверным инстинктом без сюрпризов. Результат порядка 9200 баллов, что чуть больше обычный Родион 7 и на одном уровне с 5700 XT. Если усреднить, обе переделанные карты по бенчмарку не сильно отличаются от народной RTX 3060. Тесты в играх? Начнем с лучшего бенчмарка. Cyberpunk 2077, который продолжает нагибать видеокарты спустя 3 года после выхода. Выставляем максимальные настройки графики с FSR 2 на качестве. Получаем на BC 160 порядка 75 FPS по бенчмарку при потреблении около 95 Вт. На удивление, гораздо более жирный по вычислительным блокам Mi 50 лишь на 5% впереди, потребляя порядка 120 Вт. Сказывается более старая архитектура Vega. И не пугайтесь температуры чипа в 80 градусов, так как у этой карты большой разброс значений, мы решили выводить в статистике именно ходспот. По чипу средняя температура в играх была на 15-20 градусов ниже. Что самое удивительное, BC 160, будучи фактически 5600 XT, оказывается даже быстрее полноценной 5700 XT. Вот что делает животворящий HBM2. Но в любом случае, самая новая RTX 3060 оказывается и самой стремительной, показав 80 FPS по бенчмарку. Продолжим в красивом мексиканском гоночном фестивале Forza Horizon 5. На выкрученных руками экстремальных настройках графики в 2К потребление видеопамяти заходит за 9 ГБ. EBC 160 сдаётся. Игра предупреждает о нехватке видеопамяти, карточка начинает активно гонять данные из ОЗУ по шине, а та уже и так занята передачей видео на интегряшку. Итог. На майнинговой карте лишь 45 FPS в среднем, тогда как серверный инстинкт благодаря 16 ГБ выдаёт за 60. Но если снизить настройки до просто высоких, проблемы полностью уходят. Обе карты идут ноздря в ноздрю, выдавая 73 кадра по бенчмарку. В этой игре переделанный Radeon 7 на максимальных настройках графики оказывается на одном уровне с RX 5700 XT, но RTX 3060 всё равно на 10% впереди. Но далеко не везде кастомные карты работают без проблем. Отличился Alan Wake 2. Это самая технологичная игра на данный момент. Она требует для быстрой работы мэш-шейдеры, и хотя в последнем патче разработчики подняли производительность на старых карточках, инстинкту это не помогло. Игра запускается без половины текстур и ощущается как самый настоящий хоррор. А вот у архитектурно более новой BC 160 всё отлично. На высоких настройках графики Full HD с FSR в качестве можно получить 40-45 FPS. Судя по всему, игре не важна быстрая память, поэтому RX 5700 XT с большим количеством вычислительных блоков вырывается вперёд сразу на 20%. BC 160 почему-то пасует в порте Last of Us на ПК. Да, игра получилась излишне требовательной, но при этом официально работает даже на видеокартах AMD RX 400 серии из 2016 года. У Na'Vi из 20-го не должно быть никаких проблем, но мы их видим. Одни из нас сильно артефачат на любых настройках графики. Пройти игру так не получится, хотя с FPS никаких проблем, можно получить стабильные 60 кадров. Возможно, проблема в неродных драйверах от более старой Vega, хотя у Radeon 7 на этой архитектуре всё отлично. На максимальных настройках графики Full HD с FSR в качестве можно получить абсолютно играбельные 50-60 кадров. В других играх таких проблем нет. Советский Cyberpunk, атомное сердце, отлично оптимизирован, поэтому можно легко замахнуться на максимальные настройки графики без каких-либо апскейлеров. BC 160 и Mi 50 снова идут очень близко, выдавая около 70-80 FPS в среднем. RX 5700 XT и RTX 3060 оказываются на том же уровне. В этой игре интересно сравнить потребление при схожей производительности. И в лидерах оказываются карты с HBM2 памятью. Им вполне хватает сотни ватт. Даже RTX 3060 на более свежей 8-минометровой архитектуре Ампер потребляет в полтора раза больше. Ну а 5700 XT просто горячая королева отвала. Продолжим. Переходим в солнечный Far Cry 6 с включенными HD текстурами. Ведь AMD не просто так рекламировала Radeon 7 как карту с 16 гигами памяти на будущее. И вот оно наступило. 8 гигабайт видеопамяти, даже Full HD, с ультра графикой хватает на тоненького. Но FPS на обоих картах все равно более чем играбельный. 90 кадров на BC 160 и сотня на Mi 50. Так что включать мыло FSR первой версии не придется. Закончим с тяжелыми играми на красивой средневековой чумной сказке. На удивление, Plague Tale Requiem отлично играется в Full HD, с ультра настройками графики и апскейлером на качество. Обе карты вновь идут близко друг к другу, выдавая даже на тяжелой рыночной локации за 60 FPS в среднем. При этом игра действительно сильно грузит карты. Mi 50 временами уходит за 120 ватт, показывая ход спот выше 80 градусов. Горячо, но для Radeon с HBM в пределах нормы. И под конец пробежимся по киберспорту, который на таких картах должен просто летать даже в 2К. Так и оказалось. В однопоточной доте на максимальных настройках графики обе карты прохлаждаются даже в тяжелых замесах, выдавая за сотню кадров в среднем. В потяжелевшем втором Counter-Strike ситуация аналогична. Обе карточки легко показывают около 100 FPS. При желании можно снизить настройки графики до киберкотлетной, если не хватает той самой плавности. А вот танки смогли удивить. Эта игра буквально выжила все соки из Mi 50. Карточка потребляла аж 150 ватт, как в жестком суперпозишене. В итоге ход спот передал привет, дошел до сотни градусов. Возможно помог бы Эч-Оч второй версии, но колхозить новое охлаждение я не стал. Также танки стали единственной игрой, которая заработала на Windows 11, и только в ней есть существенная разница в 20% FPS между BC 160 и Mi 50. Почему? Мы не знаем, что это такое. Если знаете, пишите свое мнение в комментариях. В играх на переделанных картах все на удивление неплохо, но что в рабочих задачах? Формально и Vega, и Na'Vi поддерживают ускорение рендеринга HIP, но на практике в Блендер отдувается один процессор. И на RX 5700 ситуация была такой же. Ничего удивительного. Если нужен рендеринг, вам туда вот, к зеленым. В фотошопе и премьере ситуация похожа. Если 5700 XT в них еще работала, помогала процессору, то вот на переделанных картах медиадвижок явно с проблемами. Он рисует какую-то пилу на графике нагрузки, а сам софт от ABOBA работает нестабильно и часто вылетает. В общем, для работы такие карточки не подходят. Собираем все в кучу. Во-первых, как и в случае с 7P видеокартами от Nvidia, видеовыходы, даже если есть, они не работают. Поэтому обязательно нужен процессор с интегрированной графикой. Синий камень тут тоже в деле. Единственный нюанс – нужно следить за драйверами на платформе AMD. Ставьте дрова на встройку и дискретку и запрещайте обновления в настройках винды. Во-вторых, такие карты после покупки в обязательном порядке требуют обслуживания. Первым делом разбираем, выдуваем всю угольную пыль, меняем прокладки и термопасту. В-третьих, нормально работают такие видеокарты только на Windows 10. Новая система подойдет разве что танкистам. А вот с драйверами никаких проблем. На обе видеокарты встает обычный адреналин, только в случае с BC 160 нужно выбрать Vega 56 или 64. Никаких махинаций с BIOS или с запайкой конденсаторов здесь заниматься не нужно. Теперь поговорим о минусах. Во-первых, такие карты пятилетней давности всегда после майнинга, иногда немножечко подгнившие. Какой ресурс у них остался, никто не знает. Это лотерея, в которую можно проиграть через пару месяцев. Во-вторых, быстрая HBM2 проблемная. При вылете одного из кристаллов памяти под замену пойдет весь GPU. И живой чип Na'Vi 12 или Vega 20 вы не найдете. В-третьих, обе карты старые архитектурно. И уже есть нерешаемые проблемы в тяжелых современных игрушках, которых в будущем станет только больше. В-четвертых, наша Mi 50 шла без активного охлаждения, поэтому нужен колхоз уровня H-OCH либо 3D принтер. К слову, китайцы уже начали продавать вот такие Mi 50 с активным охлаждением в виде турбины. И самое главное, брать такие карточки я вам не советую. BC 160 и Mi 50 стоят примерно одинаково, около 17 тысяч рублей. Это логично, у них одинаковая производительность. Майнинговая карточка немножечко посвежее, но у нее 8 гигабайт видеопамяти против 16 у серверного старичка. При этом RX 5700 XT, которую мы недавно тестировали, приблизительно с той же производительностью оказывается на 2-3 тысячи дороже. По качеству это примерно то же самое г**но, зато работает с процессорами без интегряшки, не имеет артефактов в играх и худо-бедно тянет рабочие задачи. В отличие от NVIDIA CMP, где перепайка линий действительно стоит свеч и позволяет неплохо сэкономить, BC 160 и Mi 50 стоит брать только если вы найдете опустившего руки майнера, который продаст их значительно дешевле текущей цены. Разыгрывать эти видеокарты в нашем Телеграм я не стану, поберегу ваши нервы. Лучше просто переходите по ссылочке, посмотрите, что мы там публикуем, почитайте новости и подписывайтесь. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok